здравствуйте сегодня мы потренируемся с вами по словесной импровизации мне будет мой оператор говорить слово а я буду это слово каким-то образом обыгрывать буду говорить об этом слове продемонстрирую вам как нужно тренироваться по словесной импровизации а именно по упражнению где вы мастер одного слова понеслась оператор давай стол я помню когда я был маленький я бегал под стол но есть такое выражение до бегаешь под стол что такой малюсика такой весь сопляк а я кайфовал когда люди собирались наши родственники и родные и близкие они тусили о чем-то разговаривали но естественно стол был накрыт едой а я такой весь малюсенький и мне нравилось бегать там ползать между этими ногами кого-то трогайте желательно чтобы ноги были приятные на ощупь и я играл какие-то игры в этот момент моя сестра где-то малютка еще меньше меня тоже пряталась где-то либо наоборот она охотилась за мной а я под этим столом пытался какие-то образом от нее скрыться неприятно когда я нахожусь за столом и здесь какие-то блюда желательно чтобы они были аппетитные и знаете бывает такое ощущение что вот стол каким-то образом влияет на настроение вот садишься за один стол стол как стол обычный стол что есть такого садишься за другой стол как-то чувствуешь себя сразу вальяжно как-то хочется расслабиться как-то хочется как-то хочется почувствовать себя спокойно опять же садишься опять за какой-то малюсенький столик и хочется немножко пошушукаться да что-то типа того то есть стол тоже может влиять на настроение как и какой-то антураж которые рядом с этим столом находится это был пример стол давай еще одно слово мой оператор оргазм вы знаете люди слишком просто интерпретируют это слово они думают что оргазм это все что связано с сексом а хотя на самом деле вы испытываете оргазм не только когда занимаетесь сексом маленькие мои любители оргазмов например когда вы кушаете и еда очень вкусная в этот момент что вы делаете как вкусно говорите вы в этот момент вы испытываете маленький микрооргазм и я думаю что он ничем не отличается от оргазма которого испытываете после секса или во время секса опять же может быть это не еда может быть у вас хорошее настроение и вы вышли на улицу солнышко светит птички поют зелень настроение огонь и в этот момент вы испытываете тот самый маленький микрооргазм и на протяжении дня если вы можете создать себе очень много таких микрооргазмов когда вы ложитесь спать перед сном вы вспоминаете все ваши маленькие микрооргазмы и все они скапливаются в один большой оргазм который называется любовь к миру и давайте последнее слово не сказал оператор слово ветер я обожаю бегать по полю надо конечно странно звучит но действительно когда я вижу большое поле я могу побежать в этот момент мои волосы будут развиваться назад я буду делать так нет на самом деле я так не делаю но мне иногда кажется что ветер обдувает мое лицо он это делает как-то по-особенному я для него любимчик во первых ему не надо напрягаться ветру да почему не надо напрягаться потому что у меня нет волос соответственно он тогда меньше затрачивает энергии на обдувание меня ну и вдвойне приятно когда у меня нет волос то в этот момент я чувствую всей своей кожей то самое обдувание ветра я думаю что мы с ветром очень хорошие любовники и друг друга очень хорошо понимаем ребята сейчас я вам продемонстрировал как нужно тренироваться по первому слову да по словесной импровизации вам не обязательно говорить только как википедия ветер это такое состояние которое создается от от туч или например когда вы думаете о столе и вы говорите стол состоит из дерева есть пластмассовые столы так не надо вспоминайте истории свои вспоминайте истории своих знакомых близких друзей вспоминайте истории из фильмов может быть из книг создавайте историю так тоже можно опять же если вы говорите как википедия вы начали говорить как википедия стол состоит из дерева но дальше вы можете продолжить вы знаете когда я прикасаюсь такому столу мне хочется в этот момент прочувствовать все что происходило с этим столом какие люди сидели здесь о чем они думали о чем они говорили какие эмоции не переживали то есть вы знать начали то есть вы начали как википедия а потом начали Рассказывать какую-то историю И это будет правильная тренировка Но нужно постепенно к этому идти И не нужно сразу Все, я хочу классно отжигать И рассказывать историю Сразу не получится Но если вы постоянно будете тренироваться У вас все получится И на сегодня все Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк Заходите ко мне в паблик Опять же в телеграм-канал зайдите Ну и классной вам тренировки По словесной импровизации Пока-пока Следующее слово Член партии Я всегда хотел стать членом партии И когда я стану членом партии Я максимально займусь Своими должностными обязанностями И я буду членом партии Очень уверенным в себе И я буду подходить И знакомиться со своим народом И буду говорить Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов И я член партии Снято!